Армения рассчитывает получить на переговорах с Азербайджаном гарантии безопасности для проживающих в Карабахе армян. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении, касаясь ожидания Еревана от диалога с Баку. По словам Армена Григоряна, детали еще предстоит обсудить. Если в ходе переговоров сторонам удастся выйти на решение этого вопроса, то Ереван даст свое согласие. На что именно Ереван готов дать согласие, Григоря не уточнил. Впрочем, в этом нет особой нужды, поскольку нетрудно догадаться, о чем идет речь. Армения дает понять, что внесла принципиальные коррективы в свои подходы. Ереван фактически констатирует отказ от дальнейшего педалирования абсурдной идеи о каком-либо статусе Карабаха вне Азербайджана. На передний план вдвигается тематика обеспечения безопасности армянского населения, и Армения намерена сконцентрироваться именно на этом вопросе. Согласие, о котором говорит Григорян, предусматривает безоговорочное признание Армении территориальной целостности Азербайджана в случае получения соответствующих гарантий. Кроме того, подразумевается, что Ереван не будет настаивать на продлении сроков временного пребывания российского миротворческого контингента в Карабахе. Что вполне логично, поскольку консенсус между Баку и Ереваном по вопросам безопасности будет означать, что в дальнейших услугах российской армии нет никакой практической нужды. Таким образом, мы фиксируем принципиально новый подход Еревана. Совсем еще недавно тот же Григорян заявлял, что миротворцы должны находиться в Карабахе чуть ли не на постоянной основе. Более того, секретарь Совбеза Армении утверждал, что Ереван и Москва обсуждают этот вопрос за спиной Баку. Сегодня Армения весьма прозрачно намекает, что уже не связывает обеспечение безопасности армян в Карабахе исключительно с присутствием российских военных. Возможно, это обусловлено констатацией заметного ослабления позиций России в регионе. По всей видимости, Армения решила исходить из объективных реалий и готова отказаться от спекуляций в вопросе миротворцев. И это абсолютно рациональный выбор, поскольку решающее слово в любом случае принадлежит Баку. Азербайджан тверд в намерении обеспечивать безопасность армян в Карабахе на должном уровне без чего-либо содействия. Конфликт вокруг Карабаха исчерпан и проживающие в этом регионе армяне являются полноправными гражданами Азербайджана. То есть нет никаких сомнений в том, что все их права и безопасность будут обеспечиваться в соответствующем порядке. Это еще раз подтвердил президент Азербайджан Ильхам Алиев, выступая на международной конференции на тему Южный Кавказ развития и сотрудничества. По словам главы государства, все, что требуется от армян Карабаха, это окончательно избавиться от сепаратистских иллюзий. Согласно поступающим сигналам, они уже начали осознавать необратимость реалий, сложившихся в регионе после войны 2020 года. Президент Азербайджана подчеркнул, что уже налаживаются контакты на различных уровнях. Очень скоро армяне получат возможность лично убедиться в преимуществах мирной жизни в составе единого азербайджанского государства. Все проблемы, с которыми они сталкиваются в зоне временного присутствия российских миротворцев, будут решены в полном объеме. Главное – это перестать вестись на антиазербайджанскую пропаганду, рупором которой является Армения. Как отметил президент Ильхам Алиев, демонизация азербайджанцев не служит делу мира. Проживающие в Карабахе армяне должны научиться исходить исключительно из собственных интересов, а не навязанных из вне установок. Судя по всему, это понимание постепенно растет, что, разумеется, будет только способствовать скорейшей и безболезненной интеграции армян-Карабаха в азербайджанское общество, без чьей бы то ни было посторонней помощи. Тем более, что эта так называемая помощь зачастую носит крайне сомнительный характер. Мы не раз говорили о том, что сепаратисты в Карабахе ощущают себя, так сказать, под крылом России, о чем публично заявляют без какого-либо дискомфорта. Отсутствие дискомфорта свидетельствует о том, что Россия им его не создает, хотя, по идее, не должна оставаться безучастной к попыткам навязать ей одиозную роль покровителя авантюристов. Куда более уместным было бы демонстративное дистанцирование от преступного сообщества, доживающего последние дни на свободе. Такая позиция полностью коррелировала бы с заявлениями высшего российского руководства о бесспорной принадлежности Карабаха Азербайджану. Более того, отчетливое обозначение этой позиции существенно способствовало бы устранению рисковой эскалации напряженности в регионе. Сепаратисты осознали бы, что, лишившись надежды на внешнее покровительство, они окончательно остались не у дел. Это осознание предотвратило бы дальнейшие провокации и вынудило бы каждого из них озаботиться вопросами собственного будущего, а не вымышленного коллективного. Так или иначе, Азербайджан настроен в отношении сепаратистов максимально решительно и будет принимать все соответствующие меры, включая те, что сепаратисты опрометчиво считают недоступными в свете присутствия российского военного контингента.